приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и давайте с божьей помощью вспомним преподобного севастьяна карагандинского удивительного духоносного старца преподобного севастьяна который по праву считается одним из духовных столпов русской православной церкви уже новейшего времени это время исповедников мучеников преподобно исповедников мучеников самых разных чинов русской православной церкви простых мирян и вот преподобный севастьян он как раз один из таких духовных столпов новейшего времени он молитвенник за всех нас на небесах и он продолжатель оптинского старчества. То есть это всегда надо помнить, что преподобный Севастьян, он именно из оптиной пустыни вышел как духоносный такой вот наставник, как служитель Божий. Он продолжатель оптинского старчества, и при этом его служение отличалось такой особенностью, это вот именно 20 век, что это старчество в изгнании. Да, он старец, он наделен даром чудотворения, прозорливости, но при этом он находится в изгнании, в ссылке, и именно там посреди вот этих тяжелейших трудов, которые возлагала безбожная власть на исповедника веры Христовой, он и совершал свое служение Господу. Вот как он сам говорил, это ведь степи Казахстана, Караганда, куда ссылали сотни тысяч простых крестьян, и он говорил, глядя на общие могилы, что здесь ведь сколько мучеников, мучеников за веру Христовы, и там, говорит он, день и ночь горят лампады, свечи пред лицом Божиим, и огонь этих свечей восходит от земли до неба, то есть молитва этих мучеников, они восходят от земли до небес, и сами эти степи Казахстана усеяны могилами, зачастую безымянными могилами святых мучеников, они подобны антиминцу, такому сплошному антиминцу, в который вкладывают мощи святых мучеников, святых угодников, и на этих мощах совершается служение, таинственное служение Церкви Господу Богу. Сам преподобный Севастьян происходил из простой, бедной, крестьянской семьи, это Орловская губерния, село Космодемьянское, и родители его звали Василий и Марфа, они были очень благочестивые люди, и вот было в семье трое братьев, причем преподобный Севастьян, он самый младший, а вот старший брат Иларион, причем он старше на 12 лет, представляете, большая такая вот разница в возрасте, и средний брат Роман, он был старше на 7 лет святого Севастьяна, но о врождении, в крещении преподобного назвали Стефаном. Конечно, не очень много сохранилось сведений о его ранней жизни, но как сам преподобный Севастьян рассказывал, когда ему было всего 4 года, родители их, детей своих повезли в Оптину пустынь, им удалось встретиться и пообщаться с преподобным старцем Амвросием Оптинским, и вот преподобный Севастьян, он через всю жизнь пронес эту встречу, и он вспоминал ласковое, доброе лицо преподобного Амвросия, его удивительные глаза, через которые светилась любовь и лицо, осененное благодатью Божией. Вот на самом деле очень важно, чтобы в детстве мы видели чьи-то добрые глаза, да, вообще, чтобы ребенок встречал чей-то такой вот образ благочестивый, осененный благодатью Божией, и такое лицо и такие глаза могут запечатлеться в душе ребенка и сохраниться на всю жизнь, и даже вот стать некой такой духовной основой для его собственного духовного возрастания. Но детство его складывалось достаточно скорбно, потому что в том же 4-летнем возрасте он теряет отца, а в 5-летнем возрасте он теряет маму. Он становится фактически сиротой старшему брату 17 лет, и тогда, чтобы вот как-то укрепить семью, старший брат, он женится, да, и получается, что вот он заботится о младших, но жена старшего брата, она не являла такой вот любви, какой являла мама к маленькому Стефану, и все достаточно было так вот жестко, где-то даже грубо. Преподобный Севастьян вспоминал, что когда ему было 8 лет, вот он попросил молока у нее, она грубо сказала, потом отстань сейчас, и он как бы тоже вот в отмеску повалил холсты из конопли, которые та вот просушивала, и даже побросал на них комья грязи, и она пожаловалась старшему брату, и тот его не только поругал, но и побил. И преподобный Севастьян вспоминает и говорит, что поругать, побить было кому, а вот пожалеть было некому. Больше он тянулся к среднему брату Роману, а тот отличался тоже такой вот доброй, ласковой душой, и очень хотел быть монахом, и в итоге достаточно быстро ушел в Оптину пустынь, и там был принят в число братьев. А Стефан участвовал в простых крестьянских трудах, с детства он отличался слабым здоровьем, кроме того, он повредил левую руку, левый локтевой сустав, и он не мог выполнять тяжелые работы, поэтому его направляли пасти животных. И в этом он находил для себя отраду, потому что он очень любил животных, и там он молился, он учился в простой крестьянской школе, три класса закончил, священник давал ему книги для чтения. Стефан любил не только читать, но и молиться, он душу свою уже тогда посвящал Господу Богу, а другие ребятишки, сверстники, они его сторонились, потому что он был такой молчаливый, скромный, молитвенный. Тогда уже они называли его монахом, и зная, что он очень кроткий и любвеобильный, они где-то вот даже на зло ему поступали. Вот как преподобный Севастьян вспоминал, что однажды они взяли кошку, и зная, что вот Стефан очень любит животных, они специально стали бросать у него на глазах эту кошку в свору диких собак, и в итоге собаки растерзали на глазах у него эту кошку, и вот это вот тоже у него запомнилось на всю жизнь, и он с большой скорбью про это вспоминал. Когда наступала зима, то он отпрашивался у старшего брата и посещал в Оптиной пустыне своего среднего брата Романа, проводил там дни, тоже молился, и вот таким образом в его душе родилось тоже желание стать монахом. Но старший брат долго не хотел отпускать Стефана в монастырь, говорил, куда тебе, ты ни на что не годен, да и сил у тебя мало, какой из тебя монастырский труженик, и вообще лучше мне помогай. Что удивительно, что Стефан, он смиренно уступал, и уже тогда он возрастал в добродетели послушания. И когда уже ему было 24 года, представляете, вот он столько времени ждал, еще он не был послушником до сих пор, монастырским послушником, вот только в 24 года, когда уже старший брат окреп хозяйством, да, и уже мог обходиться без его помощи, тогда он уходит в Оптину пустынь. И как раз вот примерно в это время уже средний брат Роман принимает постриг, ну получилось так, что он сильно разболелся, да, и боясь вот приближения кончины, он принимает монашеский постриг, становится отцом Рафаилом, и Стефан приходит, встречается с братом родным, и их духовная дружба, духовная радость объединяет. И Стефану невероятно повезло, в этом, конечно же, был промысел Божий, потому что его берет в Келенике преподобный Иосиф Оптинский. Отец Иосиф Литовкин, это тот самый старец, который был учеником преподобного Амвросия Оптинского, и он тоже прославлен в 2000 году в соборе 14 оптинских старцев. Он был одним из любимейших учеников преподобного Амвросия Оптинского, когда уже старец Амвросии, ну, оскудевал в силах, да, то преподобный Иосиф служил для него в келье в сеночной бдении, и это вот та самая хибарка, такая вот тесная келья преподобного Амвросия, в которой старец принимал приходивших к нему людей. Отец Иосиф слушал наставления преподобного Амвросии, когда уже старец Амвросии не мог выходить к людям, то отец Иосиф сначала с людьми беседовал, да, те передавали какие-то вопросы, вот он шел, значит, передавал, рассказывал старцу Амвросию, тот свой ответ предлагал, и отец Иосиф возвращался к людям и в точности сообщал им этот ответ, да, от себя ничего не прибавляя. Вот так преподобный Амвросий своего ученика Иосифа готовил как преемника, как тоже будущего великого старца, и действительно, когда преподобный Амвросий покинул наш земной мир, то ученики старца Амвросии, монахини из Шамардино, которые обращались к нему, да, теперь они все стали обращаться за советом к преподобному Иосифу, и он продолжал принимать людей в той же хибарке преподобного Амвросии, и в целом 50 лет провел в этой келье, именно туда поступает к нему будущий старец Севастьян Карагандинский. Как сам преподобный Иосиф был в полном послушании преподобному Амвросию Оптинскому, так теперь молодой Стефан находится в полном послушании преподобному Иосифу, и вот так вот совершается эта дивная традиция старчества, да, вот через послушание, смирение, добродетель любви к Богу и ближним, она передается. Почему мы и говорим, что преподобный Севастьян Карагандинский, он именно преемник Оптинского старчества, а люди шли к святому Иосифу Оптинскому со всех сторон, и монахи, и миряне, и все к нему стекались, понимая, что он действительно духоносный наставник и старец, и вот приезжает Лев Толстой. Это 1910 год, это вот тот знаменитый случай, да, когда он, покинув Ясную Поляну, вдруг неожиданно для всех отправляется именно в Оптину пустынь, и эти события, они фактически проходили на глазах у преподобного Севастьяна Карагандинского, и он сам рассказывал об этом, что Лев Толстой приехал в Оптину поздно вечером, и вначале он отправился в гостиницу, там его встретил гостиник, отец Михаил, ну, слышит стук, значит, открывает, и Лев Толстой спрашивает, можно ли мне войти? Он так смиренно и скромно спрашивает, это к его, кстати, чести надо сказать, и отец Михаил говорит, конечно же, проходите, а тот нерешительно спрашивает, я ведь Толстой, неужели мне можно войти? Конечно, можно, мы всем рады, кто к нам приезжает, конечно же, проходите. Ну, Лев Толстой заходит и говорит, «Здравствуй, брат, ты не обиделся, что я тебя братом назвал? Все люди – братья». Тот говорит, ну, здравствуйте, ваше сиятельство. Истинно сказано, что все люди – братья, и нисколько я не обиделся, потому что мы рады всем, кто к нам приходит. И отец Михаил отвел им самую лучшую комнату, но Лев Толстой был не один, его сопровождал личный врач, который тоже при этом присутствовал, да, и, значит, Лев Толстой расспрашивал про старцев и кто сейчас есть в Оптиной пустыне, и хотел именно в скит появиться у старца, посетить старца Иосифа. И вот наутро гостиник отец Михаил отправляет послушника в скит известить старца Иосифа, что приедет Лев Толстой. И надо сказать, что старцы, которые в скиту, там скитоначальник преподобный в Арсенофе, оптинский, сам старец преподобный Иосиф, они невероятно обрадовались, и они сказали, что, конечно же, мы с любовью и радостью примем его, если он придет. Пусть даже он и отлучен, да, но самое главное, что ведь что-то его тянет внутри к нам прийти. И они условились, конечно же, принять его. Но преподобный Иосиф Оптинский, он был в это время болен, но готов был принять именно Лева Толстого, хотя для других был доступ ограничен. А преподобный Севастьян, тогда еще молодой послушник Стефан, он находился как раз рядом со святым Иосифом. И вот старец Иосиф посылает Стефана посмотреть, не приехал ли Лев Толстой. Стефан выходит к оградке и видит, что действительно Лев Толстой находится здесь же, прямо вот у оградки, у дома, и он то подойдет к дому, то отойдет, и находится в какой-то такой вот нерешительности. Стефан скорее идет, говорит об этом старцу Иосифу. И тот с печалью так произносит, да, тяжело ему, ведь он пришел сюда за живой водой, но внутри его что-то мучает, и говорит Стефану, пойди, скорее заведи его. То есть да, пусть он, значит, не может сам войти, но ты подойди к нему и проведи его, раз ему так тяжело. И Стефан спешит скорее за оградку, выходит за дверь, чтобы пригласить Льва Толстого, и вдруг видит, что его уже нет. Он уехал, он уехал на лошадях, и поэтому, говорит преподобный Сеустиан, я не мог его догнать. Со скорби поспешил обратно, а Лев Толстой в это время направился в Шамардино, потому что там пребывала его сестра, как мы знаем, родная сестра Льва Толстого, Мария Николаевна, она приняла монашеский постриг, она даже была схемонахиней, и очень горевала о своем брате, молилась о нем. И вот он приезжает к ней, и сохранился разговор, который состоялся между ними, и сестра его убеждала, что все-таки ты должен прийти и поговорить со старцами, тем более, что они ведь ждут тебя. Но А Лев Толстой, он по-своему все понимал, и говорит, как же они меня примут, ведь я же отлученный. Когда эти православные видят меня, то они тут же крестятся и шарахаются в стороны, они не воспринимают меня как своего, я не смогу. Нет-нет, тебя там примут, примут с любовью. И по результатам этого разговора, вроде бы договорились, что все-таки на следующее утро он опять придет в скит и побеседует со старцами. И она известила старцев Оптиной пустыни о своем разговоре, поэтому вновь ожидали Льва Толстого у старца Иосифа. Но, к великому сожалению, оказалось, что он все-таки не смог преодолеть вот этот внутренний барьер и отправился, значит, на поезде куда-то, да. И уже со станции Остапова от имени самого Льва Николаевича Толстого приходит телеграмма к Оптинским старцам, непосредственно к преподобному Варсонофию Оптинскому, с просьбой приехать туда, потому что Льву Толстому стало очень плохо и, видимо, это были уже, ну, так и было, мы знаем, это уже предсмертные его были болезни, состояния, и от его имени, повторим, пришло приглашение преподобному Варсонофию Оптинскому, тот тут же отправился туда и впоследствии говорил преподобный Варсонофии, что напрасно пишет, будто бы меня кто-то направил. Я сам поехал по личному приглашению Льва Толстого, но когда он туда приехал, то уже ученики Льва Толстого не допустили его внутрь. И как ни пытался преподобный Варсонофию, он даже обращался, он написал телеграмму дочери Льва Толстого Александре, он думал, как бы пробиться туда, нет, его не пускали, не пустили также и супругу Льва Толстого, Софью Андреевну, она тоже о нем много скорбела, молилась, и вот получилось, что он как бы сомкнут этим кольцом своих почитателей, о чем затем преподобный Варсонофий сказал, что хотя он и лев, но не смог разорвать вот этого кольца, в который заковал его враг. И преподобный Варсонофий очень скорбел об этом, и уже подпустили его, когда все, уже Лев Толстой умирал и совершенно не реагировал на окружающих. Вот с такой печали возвращается преподобный Варсонофий, как говорил преподобный Севастьян Карагандинский, он сам чуть ли не разболелся, и преподобный Иосиф тоже очень и очень переживал. Вот, братья и сестры, мы видим, что, казалось бы, столько рядом святых, значит, святой Варсонофий Оптинский, святой старец Иосиф Оптинский, тут же святой Севастьян Карагандинский, пусть он еще послушник, но он уже благочестивый, и уже и тогда он был святым человеком, тут же многие молятся о нем, и все равно Лев Толстой не смог преодолеть себя. Это тайна человеческого сердца, которая всегда решит свой личный выбор, и никто посторонний не может на этот выбор повлиять. В старчестве есть сопереживание, сострадание людям, и, конечно же, глубокая сердечная молитва Богу о приходящих людях. Вот это служение совершал старец Иосиф, и в 1911 году он покидает земной мир, и в его келью переходит преподобный Нектарий Оптинский, учеником которого опять-таки становится Стефан, и было у преподобного Нектария два таких послушника, значит, Стефан, он в это время принимает уже иноческий постриг, становится отцом Стефаном, и второй отец Петр. Так, значит, вот отца Стефана называли лето, отца Петра называли зима. Почему так? Потому что отца Стефана был такой теплый, очень мягкий характер. Если люди, приходившие к старцу, волновались, да, что вот их долго не принимает старец, то преподобный Нектарий посылал именно отца Стефана, тот их успокаивал, утешал, и люди действительно приходили в мирное состояние. Ну, а если вдруг они начинали из-за чего-то ссориться, спорить, то тогда старец посылал отца Петра, который строгим словом уже наводил порядок среди пришедших людей. Преподобный Нектарий немало решению, ну, например, люди все спрашивали, когда же выйдет к нам старец, когда он сможет нам ответить, а преподобный Нектарий выходил достаточно поздно, где-то в 2-3 часа дня, и вот отец Стефан все время приходил к нему, говорил про людей, ну, тот говорит, сейчас уже одеваю, сейчас выйду, и при этом не выходил, а отец Стефан же все это говорил людям, что вот скоро выйдет, а он все не выходит, не выходит, и когда преподобный Нектарий выходил к людям, те его ожидают, то, значит, прилюдно он вдруг обращался к отцу Стефану, ну, что же ты даже не известил меня, что столько людей меня ожидает, и отец Стефан смиренно кланялся, просил прощения у него, вот это вот такое старческое воспитание души послушника, чтобы он возрастал в смирении и послушании, но, конечно, преподобный Нектарий, он на самом деле очень любил и ценил говорил посетителям, что вы меня спрашиваете, вы спросите лучшего отца Стефана, он прозорлив, то есть, в каком-то смысле преподобный Нектарий прозревал его уже духовное такое возрастание в дарах будущего старчества, в том числе обретением дара прозорливости. И вот шли годы, его родной брат, отец Рафаил, умер от туберкулеза, и приближается грозной буре революции, наступает 1917 год, именно в этот год отец Стефан принимает монашеский постриг и становится Севастьяном. И все уже в ожидании грозных бурь, уже даже на стенах монастыря кто-то пишет страшные такие угрожающие надписи о том, что скоро будем вас грабить, разрушать, убивать монахов. И старцы Оптинские, они продолжают свое молитвенное делание. Причем преподобному Нектарию не раз угрожали и требовали от него, чтобы он прекратил принимать людей, но однажды ему явились все Оптинские старцы с небесного мира и сказали, что если он хочет быть вместе с ними, то должен продолжать принимать людей. И преподобный Нектарию продолжал окормлять народ, а отец Севастьян был его учеником и преемником. Официально Оптину пустынь закрыли в 1918 году, но на самом деле еще продолжала существовать обитель, потому что монахи зарегистрировались как сельскохозяйственная артель, и они трудились на полях. Конечно, молодым монахам-послушникам было там достаточно тяжело, из-за этого монастырь уже терял некоторых монахов, начинали расходиться, но в целом еще целых пять лет продолжала деятельность обители, и старцы продолжали принимать народ, а в 1923 году начала действовать ликвидационная комиссия, и тогда уже монахи вынуждены были покинуть монастырь, потому что все их деятельность уже здесь полностью закрывали, и кто-то поселялся в каких-то домах, где-то несколько монахов вместе покупали дом в городе Козельске, в селениях, кого-то начинали уже высылать, выслали преподобного нектаря Оптинского, и преподобный Севастьян посещал его неоднократно, а когда в 1928 году преподобный нектарь Оптинский почил, то преподобный Севастьян переезжает на приход, дело в том, что в это время его пригласил отец Владимир Нечаев, у отца Владимира была многодетная семья, и младший его сын это будущий митрополит Петерим, Петерим Волоколамский, знаменитый церковный деятель второй половины 20 века, и вот отец Владимир Нечаев приглашает отца Севастьяна к себе в город Козлов, ныне Мичуринск, в Ильинский храм, а преподобный Севастьян к этому времени уже иеромонах, его посвятили в Калуге в иеромонахе, и вот он приезжает и помогает отцу Владимиру, причем через очень небольшое время отца Владимира ссылают, его неоднократно арестовывали и ссылали, эта жизнь была уже жизнь исповедника, и что интересно, что показательно, когда семья осталась без отца, то именно преподобный Севастьян Карагантинский поддерживает его матушку и его детей и содержит фактически всю их семью. Конечно, отцу Севастьяну хотелось поддерживать монастырский устав, но на приходе это осуществлять было крайне тяжело, вот в частности известно, что регент хотел такое разукрашенное веселое пение по нотам, а преподобному Севастьяну хотелось монастырского, более покаянного пения, которое располагает к молитве, к проливанию покаянных слез, и из-за этого происходили трения с регентом. Кроме того, мужчины, которые составляли собой приходской хор, часто требовали по праздникам вина, а преподобный Севастьян был категорически против этого, и по праздникам отец Севастьян дарил им новые чистые рубашки, делал им какое-то вещественное такое вспоможение, а что касается водки, он категорически всегда был против этого, не допускал, и это на протяжении всей своей жизни, а если и уступал в отношении вина, то давал только когор, и то разбавленной водой. И вот когда он жил и трудился на Ильинском приходе, то туда, в город Козлов, в будущий Мичуринск, к нему стали съезжаться монахини, инокини из Шамардинской обители, это инокини Агриппина, инокини Февронии, затем еще новые приезжали, и уже стало составляться вот некое такое сестричество, ядро будущей монашеской женской общины вокруг преподобного Севастьяна Карагандинского. Известно, но вот инокини Февронии она говорила, что в какой-то момент, когда она находилась в храме, то выйдя наружу, она задумалась, ну вот зачем я сюда приехала, такой же батюшка, как и везде, и службы точно такие же, и вдруг выходит отец Севастьян, подходит к ней и говорит, зачем же ты сюда приехала, я ведь такой же, как и все остальные, и службы здесь точно такие же, как и везде. И она сразу покрылась стыдом, поняла, что он увидел все ее мысли и уже решила до конца своей жизни никогда от него не отлучаться и действительно всю жизнь сопровождала его. То есть, вот уже тогда преподобный Севастьян, он отличался даром прозорливости, хотя не всем это выдавал. Вот так прошло несколько лет и в 1933 году, это был февраль, отца Севастьяна арестовывают, так же, как и некоторых его чад, и его допрашивают и прямо спрашивают, как он относится к советской власти. И преподобный Севастьян прямо говорит, что на советскую власть он смотрит как на гнев Божий, как на наказание Божие, попущенное народу. И он прямо говорит, что, конечно, я призываю людей молиться Богу и любить друг друга, но не могу поддерживать советскую власть, потому что храмы и монастыри закрываются. Как же я могу это поддерживать? И тогда пытаются воздействовать на святого Севастьяна более таким как бы действенным, с точки зрения гонителей, путем его подвергают пыткам, истязаниям, в частности, что сохранилось? Вот об этом он говорил некоторым своим чадам, что в холодное время, ночью, его в одной рясе вывели на улицу и оставили так на морозе, чтобы он отрекся от Бога. А он молился, молился Господу, Божьей Матери, и вот кругом морозы, причем охрана, которую рядом с ним поставили, часовых сменяли каждые два часа, а он в одной рясе стоит и молится. И вдруг он увидел, что Божья Матерь с неба как будто вот шалашик спускает над его головой, да, и этот шалашик покрывает его, и внутри ему стало тепло. Он почувствовал тепло, не замерз и продолжал молиться. А утром, утром, значит, приходит руководство, видит, что он целый, невредимый, и говорят, ну раз ты вот не отрекся от Бога, то поедешь на семь лет в ссылку, мы тебя отправляем в заключение. Причем, когда еще шло вот это следствие в застенках ОГПУ, да, то каждый день, когда вели заключенных в столовую на обед, то в это самое время чадо отца Севастьяна, они стояли у ворот и через щелки смотрели, и преподобный Севастьян всех их благословлял. А вот когда его уже окончательно осудили, то его полностью обрили, сбрили волосы, сбрили бороду, и он со скорбью так вот шел, что даже не мог головы поднять. Настолько ему тяжело было принять вот это даже внешнее изменение его вида, ну а гонители они это использовали тоже как один из способов как-то, чтобы унизить человека. И после этого его направляют на лесоповал. Это тамбовские места, где нужно было валить много леса, причем ведь у него была повреждена левая рука, и он не мог выполнять тяжелые физические работы, и все равно его направили на лесоповал, где целый день он проводил в трудах, а вечером возвращался, а через год его отправляют в Казахстан, в Караганду, в те самые места, которые известны как Карлак, Карагандинский лагерь ОГПУ. А что такое Карлак? Это вообще такой жуткий эксперимент, когда сотни тысяч людей свозили в голую степь, высаживали там для того, чтобы создать, ну как бы, как они говорили, исправительно-трудовой лагерь, и использовать людей как бесплатную или очень дешевую рабочую силу для того, чтобы шахты возделывать, целину возделывать, и трудились, чтобы люди на предприятиях, и сохранилось очень много воспоминаний тех, кто непосредственно был туда сослан. Туда ссылали всех, кто оказался для советской власти подозрительным. Ссылали кулаков, ну допустим, у крестьян две лошади, да, там корова, еще чего-то, кажется он зажиточным, ну вот его туда и ссылали вместе с семьей, причем со стариками, с маленькими детьми, с грудными младенцами, погружали десятки тысяч человек в такие вагоны, полностью закрытые, как говорили, телячьи вагоны, без окон, и везли их совершенно без пищи, даже без воды, и уже там в вагонах начинали люди умирать. Первой партией свезли 52 тысячи семей крестьянских, потом туда еще свозили жен изменников родины, как говорили, ну те, кто казался подозрительными для советской власти, потом еще и еще спецпереселенцев привозили, и в целом за 25 лет с 1931 по 1956 года туда направлено было около миллиона человек, вы представьте себе, а в начале, в начале надо было выстроить туда железную дорогу, и вот из этих крестьянских семей прежде всего взяли отцов семей, старших сыновей, и всех бросили туда, и за 4 месяца в кратчайшие сроки они смогли провести длинную железную дорогу, и многие умирали, и те, кто умирали, поскольку не было сил и даже времени, чтобы хоронить, их просто складывали в насыпи, вот эти вдоль железной дороги насыпи, и там прямо вот их и засыпали этой насыпью, а потом по этой железной дороге пустили поезд вот с этими темными вагонами, заколоченными, где свозили уже семьи, и вот рассказывают они, приезжают, открываются эти вагоны, а там голая степь, и только колышки стоят, где написано, что вот это вот такое-то, значит, такие-то поселки, такие-то улицы, и нужно было здесь же прямо начинать жить, а где брать воду, да, а где брать дрова для отопления, это же степь, и стали рыть просто вот маленькие такие ямки, для того, чтобы, ну, как некие землянки себе устроить, и эти ямы накрывали вещами, чтобы дождь или снег не попадали внутрь, а свезли всех осенью, и от холода, голода, болезни началась дизентерия, сразу же повально стали умирать маленькие дети, чуть ли там не половина сначала умерла, потом за зиму еще многие поумирали, митрополит Павел Пономарев, митрополит Крутийский-Коломенский рассказывает про свою маму, потому что она как раз была сослана туда, ей было 14 лет, сослана целая семья, и вот в первую же зиму умирает мама, а как хоронить? Хоронить было даже не в чем и не на чем, и маму завернули в какую-то материю, и за ноги волокли к общей яме, куда потом сходились какие-то специальные люди, и сбрасывали умерших за этот период в общую яму и зарывали, да, а папа спустя небольшое время отправился в поле, чтобы вырыть хотя бы какой-то оставшийся качан капусты, и не вернулся, он там так и замерз, настолько жестокие невыносимые были условия, и все ведь это на глазах 14-летней дочки, а у нее 7-летний брат, и она смогла все-таки выжить в этих условиях, поднять своего брата, и впоследствии у нее как раз родился ныне здравствующий митрополит Павел, который делится этими воспоминаниями, и он тоже помнил преподобного Севастьяна Карагандинского, люди вначале там жили в этих простых ямах, кто-то делал небольшие саманные домики, а потом стали строить бараки, но условия были настолько суровые, что и в последующие годы каждое зимнее утро в этих бараках находили кого-то мертвыми, кто-то ночью умирал от холода, потому что отапливать помещение было практически нечем. И вот эти бараки, они устраивались на много-много-много семей, где по лавкам размещались как-то и сохранились воспоминания, как видели целые семьи вымершими к утру в этих жутких условиях, и потом их выносили и хоронили в общих могилах. То дизентерия, то тиф, самые разные болезни. И вот еще люди вспоминают, что когда зимой ходили на работу, на угольные шахты, на какие-то производства, то настолько тяжело было, что возвращаясь, многие падали на дороги и там замерзали и умирали. Их даже не могли похоронить. И вот тела лежали вплоть до весны, их снег, значит, сверху покрывал и по этим холмикам даже определяли дорогу к шахтам или от шахт, наоборот, к баракам. И уже только весной их хоронили. Но, как ни странно, именно в таких жутких условиях многие люди сохраняли веру в Бога. И молитва восходила от земли до небес, поэтому и говорят, что вот эти степи Казахстана, они как сплошной антиминс, где мощи мучеников, потому что люди страдали за исповедание своей веры. Что же касается преподобного Севастьяна, то его направляют в Карлак через три года после основания этого лагеря. Это 1934 год, и сам отец Севастьян, он вспоминал в очень таких коротких словах, ну что там было, били, истязали, пытались принудить отречься от Бога, от церкви, но он отвечал никогда, никогда не отрекусь от Бога. Тогда его направили в барак к уголовникам, но и там он выжил, и в общем-то даже получается так, что он ведь молился, понимаете, он ко всем относился с добротой, с любовью, и со временем к нему люди, те же самые заключенные, начинали располагаться, потому что видели в нем не просто доброе сердце, но чувствовали благодать Божию, которая пребывала в нем. И затем, поскольку у него не было достаточно физических сил, то его направили куда? Его направили в хлеборезку трудиться, а затем его поставили сторожем в один из складов лагерных, и каждую ночь он молился, то есть, когда он заступал на свое дежурство, он непременно пребывал в молитве, и когда приходили с проверкой, всегда находили его бодрствующим, никогда он там не спал. Потом прошло какое-то время, и даже начинали приглашать на какие-то мероприятия, поскольку много было сослано и ученых, и представителей культуры, и певцов, и даже представителей балета, то проводились культурные мероприятия, и был построен клуб, и привозили даже кино, и сам преподобный Севастьян, он не хотел смотреть кино, если его туда направляли, то он предлагал своему напарнику, сторожу по складу, и говорил, что давай я за тебя подежурю, а ты сходишь в кино. Если же он сам шел все-таки туда, то он ложился под лавку, немножко отдыхал, а после этого опять продолжал молиться. Что еще мы знаем о лагерных годах преподобного Севастьяна, но это уже рассказывают тоже местные жители, что его ставили возить на быках воду, и зимой вот он привозил эту воду, и руки у него были без варежек, и когда он привозил воду, то потом подходил к быкам, прикладывал руки к боку быка и грел свои руки, вот так вот, потому что не было варежек, и потом люди, значит, они умилосердившись, дарили ему варежки, но на следующий день он опять приезжал без варежек, и то ли он подарил кому-то, то ли кто-то отобрал, но опять он грел руки о бок быка, вот это то, что мы знаем о тех годах, в последние годы своей ссылке он был расконвоирован, то есть получил право ходить без конвоя, без сопровождения, и уже легче было ему общаться с чадами, он благословил, чтобы его чада инокини переезжали в Караганду и даже приобрели домик в Большой Михайловке, что они исполнили, и вот по воскресным дням они навещали святого Севастьяна, привозили с собой некоторые вещи, еще привозили с собой тайно Епитрахиль, Порочи, и даже святые дары, то есть вот у кого-то из священников они могли тайным образом получать святые дары, привозили к батюшке, и вместе они выходили в лес, ведь его же уже не сопровождали, конвоиры, там он их исповедовал, там они вместе молились, и там же в лесу он причащался святых христовых тайн, вот так проходило время, а в 1939 году преподобный Севастьян освобожден, и он получает возможность уже ехать куда хочет, и вот что удивительно, что святой Севастьян решил остаться именно здесь, он не решает вернуться на родину, да, или ехать куда-то вот в Россию, он остается именно здесь же, в Большой Михайловке, где был приобретен домик, и он считал, что именно это место, вот эти степи Казахстана выделены благодатью Божией, потому что здесь много мучеников, и здесь много исповедников веры, и он нужен именно здесь, чтобы совершать духовное служение, и в каком-то смысле он становится духовным покровителем всех сосланных, всех, кто за веру, даже просто вот может быть за свою крестьянскую жизнь сослан сюда и покровительствовал всем преподобный Севастьян Карагандинский, и вот в этом приобретенном домике в Большой Михайловке преподобный Севастьян вместе со своими ученицами, а потом еще и много других людей тоже съезжается к нему, и они тоже приобретают домики, так вот, святой Севастьян устраивает жизнь по монашескому, монастырскому, оптинскому уставу, и представьте себе, что каждый день он вычитывает полный круг богослужения, поверьте, что это очень непросто, чтобы каждый день вычитывать полный круг богослужения, и они подымались рано утром, на самом-самом рассвете, молились вместе, потом сестры, они шли на положенные работы, дело в том, что проживать там нельзя было без какой-то работы, поэтому кто-то где-то непременно устраивался, совершал посильный труд, а потом собирались вместе вечером и вновь становились на общую молитву, а сам преподобный Севастьян, пока сестры они были на каких-то работах, он тоже трудился, он сам готовил обеды, он сам носил воду, он чинил обувь, чистил обувь, наводил порядок в домике и проводил жизнь по образу древних отцов-аскетов в молитве и трудах, а к нему все больше сижалось чад, много было инокинь, и из спецпереселенцев, из тех сосланных крестьян тоже появлялось много новых чад, а кому было обращаться, где взять еще священников, обращались к преподобному Севастьяну, поэтому постоянно он ходил на какие-то требы, он и крестил, он и венчал, он исповедовал, он причащал, он отпевал почивших, к нему обращались как к единственному пастырю и отцу, спустя небольшое время смогли приобрести еще один домик на западной улице Большой Михайловки, и вот именно там решили основать домовый храм, там уже проводили, собственно говоря, богослужения, но все это было нелегально, конечно, власти долгое время не соглашались зарегистрировать религиозную общину и признать вот этот вот дом как молитвенный дом, а тем более признать его как храм, чего хотел очень батюшка, поэтому службы часто приходилось совершать по ночам и преподобный Севастьян для того, чтобы он особенно дорожил литургии, для того, чтобы совершать литургию, никто не прервал, он совершал литургии где-либо на дому, в разных домах по ночам, и вот представьте себе, что в 3 часа ночи он шел куда-то в домик, там он облачался, туда также собирались другие чада, все это тайно совершалось, служилась литургия, и утром рано все расходились, и так происходило на протяжении многих лет, причем никто не донес, и место служения не выдавалось, это ведь было уголовное дело, если бы сообщили об этом властям, то преподобного Севастьяна могли сослать еще куда дальше, но никто не выдал, что ежедневно совершается литургия. Конечно, официальное признание храма и разрешение богослужения пришло достаточно поздно, это 1955 год, если не ошибаюсь, но на самом деле до этого момента все службы совершались, и души людей уже обретали спасение, и преподобный Севастьян всегда шел навстречу тем, кто испытывал нужду, и у него все молитвы исполнялись, с чем бы ни приходили к нему люди, и вот когда уже храм был разрешен, ну там как разрешен, власти сказали, что потолок и крышу нельзя поднимать даже не на сантиметр, а ведь в храмах обычно потолки все-таки выше, а тут устраивались обычного дома, и нужно было поднять, и вот не разрешают, не на сантиметр выше, и тогда преподобный Севастьян благословил своих всех чад, все собрались и в одну ночь углубили пол в землю на метр, то есть потолок действительно стал выше, но за счет того, что именно на целый метр, и преподобный Севастьян он даже так в шутку говорил, что у нас здесь в казахстанских степях удивительное место, люди живут под землей, вот в этих землянках, работают под землей в этих шахтах, и даже молятся под землей, потому что пришлось в землю углубиться, когда разрешили открыть храм, и наутро уже все собрались и совершили молебен освящения храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сам преподобный Севастьян никогда не афишировал чудес, которые совершались по его молитвам, и даже старался свою прозорливость прикрывать, и на самом деле когда читаем его житие, то иногда даже можно подумать, якобы нет никаких чудес, а на самом деле они происходили на каждом шагу, вот владыка Павел Пономарев, про которого мы рассказывали, про его маму говорили, и у его мамы произошло удивительное чудо, она попала в больницу, ей сделали очень сложную операцию, после которой состояние ее оказалось безнадежным, и ее повезли уже в морг, потому что считали, что она все умирает, и там вот, так сказать, вот дойдет, а в это самое время в храме совершалась служба, и туда зашла подруга его мамы, Анастасия, и вдруг выходит преподобный Севастьян из алтаря, и окликает ее через весь храм, и говорит, Анастасия, Анастасия, идем скорее сюда, беги к Аннушке, вот просфорка, передай просфорку, вначале окропи ее святой водой, и дай ей попить святой воды, она спрашивает, может быть, после службы, батюшка, нет-нет, прямо сейчас, скорее давай, иди, и она тут же пошла в больницу, поспешила, и когда она приходит, то видит, что Анну уже хотят вот завозить в морг, и вот тут она ее застала, да, и она ее окропила святой водой, как только окропилась святой водой, то та тут же открыла глаза, пришла в себя, дала ей немножко попить святой водичке, и передала просфорку от святого Севастьяна, и в это время как раз проходила врач мимо, обратила внимание, что та пришла в себя, и, значит, обратно ее направила уже в больничную палату, а впоследствии врач сказала так, что, ой, видимо, кто-то за вас очень серьезно молился, потому что в той ситуации вы должны были умереть, вот так мама митрополита Павла оказалась жива благодаря чудесному, чудотворному вмешательству преподобного Севастьяна Карагандинского, старец Севастьян сам подбирал священников для своего храма, вот так он Александру Кривоносову сказал, вам надо быть священником, а тот ведь занимал высокую должность по аграрному хозяйству в облсполкоме, и для того это настолько было неожиданно, что он разволновался, даже в ночь плакал, но потом под утро пришел и сказал, что батюшка, как благословите, я согласен, вот этот Александр Кривоносов, у него была интересная такая судьба, ему еще в молодости блаженная Пелагия предсказывал, что со временем он отойдет от православной веры, будет увлекаться разными религиозными, политическими течениями, а потом все равно вернется, и что он даже станет архимандритом Дивеева, но она так, как блаженная сказала, немножко прикровенно, и вот когда в Караганде он повстречал старца Севастьяна, то настолько проникся его личностью, его добрым, благодатным отношением, что вернулся в православную веру, и преподобный Севастьян через какое-то время сказал, что надо вот вам стать священником, ну и хотя-то значит колебался, волновался, все равно принял все-таки священный сан, и именно отец Александр Кривоносов, он возглавил приходскую жизнь, да, и вот эту вот общину молитвенную после кончины преподобного Севастьяна, ну он всю жизнь ждал исполнения пророчества, что станет архимандрита Дивеева, но может быть тут речь шла образно, да, что вот эта вот община монахинь, которая собралась вокруг преподобного Севастьяна Карагандинского, она в каком-то смысле была подобна Дивеевской общине, а отец Александр, он в конечном итоге стал настоятелем над ними, вот так это пророчество исполнилось, и люди к преподобному Севастьяну постоянно тянулись, и представляете, вот старший его брат Иларион, тот самый, который очень строго к нему относился, в конце концов сам переехал в Караганду к преподобному Севастьяну, поселился не очень далеко от него, он приехал с дочкой, с внучкой, и люди видели, как перед службами он подходил к своему брату, принимал от него благоговейно благословение, целовал руку, причащался святых христовых тайн за богослужением, и перед смертью его преподобный Севастьян постриг его выноческий образ, и душа преподобного Севастьяна, она постоянно откликалась на чужую боль, он любил очень даже животных простых, вот как-то он проходил мимо кухни, и вдруг услышал, как повариха говорит про котят, что надо их утопить, в это самое время кошка родила 5 или 6 котят, и вот думали их утопить, но как только старец Севастьян услышал об этом, он тут же зашел и говорит, что ни в коем случае, всех мы вырастим, никого не топить, ну и действительно котята эти подросли, а потом прихожане с радостью их разобрали, как благословение от батюшки. Но иногда старец Севастьян, конечно, и некоторую такую строгость проявлял, потому что благословение его надо было в точности исполнять, те, кто не слушались, потом очень жалели, что они не выполнили волю батюшки, потому что на самом деле это не его личная воля, а Господь свою волю проявлял, особенно когда касалось, значит, это женитьбы, устроение личной судьбы своей, те, кто не выполняли благословение, потом очень и очень жалели, а бывало так, что отец Севастьян, он, ну, немножко так он в шутку грозился, говорил, вот, не слушайтесь, вот я вас палкой, вот я вас палкой, как бы пытался пригрозить им, но на самом деле преподобный Севастьян даже за всем этим являл свою добрую душу и к нему тянулись, и к нему тянулась в том числе, кстати, и молодежь, и это был такой вот храм уникальный, пусть он и маленький, но туда собиралось много молодых людей, и на клиросе пели девушки лет семнадцати, восемнадцати, а ведь для властей того времени это было очень необычно, что ли, не то, что необычно, а это считалось недопустимым, считалось, что надо, чтобы только вот старые, пожилые были в храме, и иногда устраивали проверки, и вот представьте, что в храме стоит много молодых людей, и вдруг кто-то кричит, власти, потому что действительно увидели, что подъезжает вот эта проверка, и тут же они как в рассыпную, то есть уже было благословение батюшки, что когда приезжают с проверками, все должны прятаться, и власти приходят в храм, а там только пожилые находятся, и трудно даже сказать, куда пряталась эта молодежь, но были уже известны эти места, где они могли укрыться, и проверка никогда не могла их застать. Сам же преподобный Севастьян, он каким-то особым божьим водительством продолжал совершать служение, ведь если бы захотели, могли его и сослать, и отстранить от служб, но все время так получалось, что и никто не доносил на эти ночные службы, и когда в храме потом разрешили служить, тоже никто его не отстранил, ведь люди к нему тянулись массово, и вот сохранились интересные такие воспоминания, одна его чада, раба Божия Татьяна, она рассказывает, как она познакомилась с батюшкой, у нее подруга сильно разболелась малярией, была высокая температура, и в общем наступил острый психоз, так что она никого не узнавала, дочка не могла с ней совладать, ее отправили в психиатрическую больницу, ну и вот значит, как быть, навестили ее, а там она никого не узнает, значит, ведет себя очень неадекватно, все расстроились сильно, и тут Татьяна вдруг от кого-то услышала, что в Большой Михайловке есть старец, к которому она может съездить, попытаться попросить у него помощи, и вот она приезжает, а в это время батюшка был где-то на требе, и келейница, одна из келейниц говорит, что, ну вот, поезжайте по такому-то адресу, там батюшка проводит требы, и вы рядом сядете на лавочку, и, значит, подождете, когда батюшка выйдет, но когда он выйдет, вы так себя ведите, вот он пойдет, и вы рядом с ним идите, и будете ему рассказывать по пути, даже если он на вас не смотрит, тут надо понять, что это советское время, да, еще конспирология в чем-то она присутствовала, старались скрыть свое служение, хотя при этом тут же вот открыто она ей говорит, место, где служил, где совершал требу старец Севастьян, вот, значит, ну и Татьяна приезжает туда, все вот выполнила, выходит святой Севастьян, идет по улице, и она подходит и начинает ему сразу рассказывать свою историю, и преподобный Севастьян по пути ей задал вопрос, и вдруг говорит, так ведь она же, эта женщина не православная, да и не верующая, то есть он уже даже прозревал состояние ее души, какой она была, на это Татьяна говорит, да, она лютеранка, но не то чтобы против веры, а просто вот отошла от веры, ну и преподобный Севастьян говорит, ну то, что лютеранка, это вот ничего, ну давайте вот что, мы помолимся, и вы тоже о ней молитесь, а через 2-3 дня приезжайте к ней и навестите ее опять, и вот приезжает она на третий день, и вдруг видит, что та абсолютно здорова, пришла в себя, все расстройство психическое от нее отступило, и оказалось, что именно в то время, когда вот она посетила преподобного Севастьяна, и когда он стал молиться, от нее этот недуг отступил, но повторим, что сам старый Севастьян, он совершал это чудеса так, чтобы вот не очень много людей об этом знало, то есть, когда специально в храм приводили к нему психически больных, да, или одержимых, то он говорил, что вам надо идти в больницу, я никого не отчитываю, и вообще, кто я такой, я как рыба безгласен, то есть, он демонстративно чудес никаких не совершал, хотя и чудеса, и прозорливость в нем проявлялись, и вот мы сказали, что старец Севастьян, он даже на расстоянии прозревал, и молился за своих чад, и такое часто случалось, ну, допустим, у кого-то происходит беда, и мысленно вдруг этот человек обращается, батюшка Севастьян, помоги мне, и преподобный Севастьян именно в это время чувствовал, вставал на молитву, обращался ко Господу, и тому человеку тут же приходила помощь, и даже во время каких-то автомобильных катастроф, каких-то трудных таких ситуаций, всегда приходила помощь, потому что Господь извещал преподобного Севастьяна, и в этом как раз и заключается символ старчества, что старец – это духоносный наставник, который именно на расстоянии много видит, что связан с его чадами, и о всех молится, и бывало в такие моменты, он вдруг неожиданно подходил к иконам, начинал класть поклоны, молился, и тут же всегда приходила помощь. Вот один раз иеромонах Трифон был такой, который часто посещал отца Севастьяна, и служил вместе с ним, и он решил отправиться в какой-то поселок после службы, берет благословение, а старец Севастьяна ему говорит, что ты знаешь, ты вот не таким вот обычным путем езжай, а иди напрямик вот этой вот дорогой, пешим путем. Ну, тот, как старец благословил, значит, надо исполнить, хотя этот путь считался не очень, значит, благополучным. Он отправился напрямик пешком, и вдруг из леса выскакивает какой-то человек, хватает его, говорит, я давно хотел тебя видеть, пойдем, пойдем со мной. Поволок его в лес, отец Трифон не может сопротивляться, да, потом, значит, где-то сажает его на пенек и говорит, вот скажи скорее, как мне быть, разреши мою ситуацию, и начинает пересказывать ему свою проблему этот человек, что он женат, да, и вроде бы все хорошо, но вдруг неожиданно узнает, что на прошлой неделе супруга его сделала аборт, медсестра об этом ему сказала, и он так рассуждает, что если аборт, то что же, получается, что ребенок не от него был, значит, жена изменяла, и тогда вот я вообще ее готов убить, а если от меня, тогда тем более, зачем она убила ребенка, то я тоже ее, значит, порешу. И вот, когда он сидел в таких раздумьях тяжелых, вдруг увидел, как является некий старичок ему, старец, с длинной бородой и говорит, что ты своим мыслям не доверяй, а пойди вот на улицу, и первый человек, который тебе встретится, ты к нему обратись с вопросом, и он тебе твою ситуацию разрешит. И тут же видение исчезает, ну, вот этот, значит, мужчина, он в недоумении, как быть, и он поспешил на улицу, и вот пришел как раз к этому месту, где повстречал иеромонаха Трифона. Тот его спрашивает, а как зовут тебя? Меня зовут Николай. Ну, значит, у тебя покровитель небесный, святитель Николай Чудотворец. Давай вот будем молиться, и я сейчас тоже буду молиться святителю Николаю Чудотворцу. И вот отец Трифон стал молиться святителю Николаю, молится усиленно, да, со страхом и трепетом, он немножко и за свою жизнь тоже переживал в тот момент. И потом он неожиданно ему говорит, ты знаешь, Николай, тебе надо вернуться домой, потому что супруга уже ждет тебя, и она очень раскаивается в том, что она сделала. Это было все искушение дьявольское, ты возвращайся, и у вас будет тоже ребенок в течение года, и Господь вас благословит, поэтому примиритесь с супругой вместе и живите мирно. И тот вдруг обрадовался, этот человек, когда услышал, что все-таки, ну здесь, конечно, вот тот грех аборта, да, это великое было искушение дьявольское, такой вот удар со стороны невидимого врага, но что супругой надо все-таки жить, и что все восстановится. И он радостный, с мирной душой поспешил домой. И потом, когда отец Трифон вновь увиделся со старцем Севастьяном и пересказал этот случай, поделился своими страхами, то старец Севастьян говорит, чего же ты боялся, ведь я же за тебя молился в это время и молился о том, чтобы спасены были две души, которых искушал враг. То есть мы видим, что вот такая очень необычная история, и преподобный Севастьян, он прозревал, что происходило совершенно вроде бы посторонним человеком, да, и было явление кого-то из небожителей, возможно, святителя Николая, чудотворца. И преподобный Севастьян был извещен, и он не сам идет, но направляет этой дорогой иромонаха Трифона, который выполняет его благословение, да, и вот таким чудесным, очень необычным образом эта ситуация человеческая была разрешена. преподобный Севастьян всегда призывал людей к молитве, и он говорил так, что можно всегда и везде молиться, во всякое время и на всяком месте, можно молиться стоя, можно сидя, можно лежа, можно в пути, можно во время работы, то есть самое главное, чтобы наша душа всегда восходила ко Господу Богу, а когда мы садимся в какой-то транспорт, чтобы ехать, то он говорил, не надо стесняться и стыдиться, чтобы перекрестить себя, осенить себя крестным знаменем, потому что тогда Господь благословляет не только вас, да, но и всех, кто присутствует в этом транспорте, и Божья благодать будет сохранять всех, кто находится в пути. И сам преподобный Севастьян, он молитву пронес через всю свою жизнь, да, и никогда не боялся исповедовать веру Христову. Он прожил практически 82 года, конечно, в последние годы он испытывал много телесных таких вот немощей, трудностей, и, что удивительно, даже когда ему было уже трудно передвигаться, все равно, все равно он находился в храме и молился, и даже вот по просьбе его чад духовных, его уже переносили. Келеники, они соорудили специальный такой алюминиевый стульчик, креслица, на котором они переносили старца Севастьяна в храм, чтобы он там молился. то есть поначалу он как-то стеснялся, а потом все-таки соглашался, благословлял, и даже где-то вот с юмором весело так говорил, ну, где мои коняшки? Вот на этих коняшках, на панамарях он передвигался в храм, и там он молился, там его часто помещали в такой вот панамарке, специально отведенные помещения, и даже иногда он находился там полулежа, или прямо лежа, во время службы, и даже лежа произносил возгласы, настолько он любил богослужения, что не хотел отлучаться от храма и от молитвы. Весной 1966 года старец Севастьян встретил свой последний великий пост, тоже молился в храме, и вот Господь сподобил его встретить светлое Христово воскресенье, а после этого, после этого он неожиданно приглашает к себе митрополита Петерима Нечаева, того самого владыка Петерима, которого некогда в его детстве он поддерживал. И сам владыка Петерима он рассказывал так, что у них готовилась поездка в Святую Землю вместе с владыкой Никодимом Ротовым, потому что владыка Никодим, митрополит Никодим возглавлял ОВЦС, и нужно было по важным вопросам лететь в Святую Землю. Митрополит Петерим, владыка Петерим входил в эту комиссию, и перед поездкой он позвонил старцу Севастьяну, чтобы взять у него благословение на поездку. И неожиданно старец Севастьян говорит, что нет, тебе не нужно туда ехать, и почему ты узнаешь это потом? Ну, а как? Это уже звонок был накануне этой поездки, уже на следующее утро надо вылетать, и что делать? Владыка Петерим в полной растерянности, не поймет, как же сейчас поступать, и вдруг к вечеру у него подымается жар, температура до 40 градусов, и ясно, что в таком состоянии он не может участвовать в поездке. Звонит владыке Никодиму, сообщает про свое состояние, тот, конечно, очень огорчился, ну, ладно, выздоравливайте, пришлось отказаться от его участия. Проходит несколько дней, и вдруг старец Севастьян звонит ему и приглашает его приехать, и говорит, теперь приезжайте ко мне. И тоже очень необычно, значит, там он ему не благословляет лететь, а тут еще владыка Петерим еще не совсем выздоровел, и надо срочно вылетать к отцу Севастьяну. Но он знал, что надо слушаться старца, и он прилетает к нему, и это была уже суббота Светлой Седмицы. И старец Севастьян уже был в очень слабом состоянии, сказал, что надо срочно его постричь великую схему, и именно владыка Петерим должен это осуществить, и откладывать не нужно. И вот владыка Петерим сподобился постричь великую схему старца Севастьяна, при этом решено было так, чтобы вот, ну, по воле даже чад, может быть, не менять имя старцу Севастьяну, чтобы не огорчать его чад, ведь они же знали его как Севастьяна, поэтому с таким же именем принятие постричь великую схему, что и было осуществлено. Именно владыка Петерим напустовал, да, вот провожал в вечность святого старца Севастьяна Карагандинского, старец почил 19 апреля, это был день Радоницы, именно владыка Петерим и совершал отпевание и погребение старца Севастьяна. Причем на погребении присутствовало необыкновенное стечение народа, множество людей сопровождало, и лишь небольшой участок дороги, гроб с телом преподобного везли на катафалке, а основную часть пути дальше уже от дороги на кладбище несли на вытянутых вверх руках так много было людей, что люди хотели именно на своих руках проводить тело почившего старца уже в последний путь. И дальше уже на могилке преподобного стали совершаться чудеса, и молитвы ему исполняются, и люди со всех сторон спешили к преподобному Севастьяну, чтобы по его молитвам получить от Господа те или иные милости, потому что все понимали, что он духовный покровитель, он заступник за всех страждущих, за всех, кто натерпелся в годы гонения, или тех, кто сейчас несправедливо страдает. Поэтому в любой такой скорби надо обращаться к преподобному Севастьяну Карагандинскому, и он несомненно слышит, как еще при жизни он прозревал беды тех или иных людей, да, и молитвенно уже помогал, даже на расстоянии, тем более сейчас, будучи на небесах, он видит всех, кто с искренней сердечной молитвой обращается к нему. В 1997 году старец Севастьян был прославлен в лике местночтимых святых в Алматинской епархии, затем были обретены его чудотворные мощи, которые покоятся в Авведенском соборе города Караганды, причем рака над мощами, она полностью копирует раку над мощами преподобного Сергия в Троицком соборе, и раку для мощей преподобного Севастьяна выполняли мастера из Сергиева посада, но тут такая вот близость тоже преподобному Сергию, как печальнику, о людях простых, как тоже заступнику, небесному ходатую, и преподобный Севастьян Карагандинский, это духоносный старец уже наших дней, продолжатель оптинской традиции, в 2000 году он был прославлен уже для общего почитания для всей Русской Православной Церкви, и ныне на небесах вместе с преподобными оптинскими старцами, вместе с новомучениками, исповедниками веры Христовой, он милостиво взирает на нас, ходатайствует за нас пред Господом Всемогущим, пред Господом Любвеобильным, и по молитвам к нему исполняются просьбы всех искренне к нему обращающихся. Преподобнее Отче наш Севастьяне, моли Бога о нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.